В этом видео обзор 11 сортов индотерминатных томатов, семенами которых я могу поделиться бесплатно. Это Подмосковье. Индотерминатные сорта растут в теплице. Если вам интересны урожайные сорта для открытого грунта, детерминатные сорта, то я их показывала в прошлом видео и его можно посмотреть по ссылке наверху. Но сначала я хочу поблагодарить зрителей, которые помогают развитию канала. Мы знаем, что это от души и мы вам очень благодарны. Индотерминатные сорта – это сорта без ограничения роста. Эти томаты не вершкуются, то есть остановить рост и плодоношение томата может только начавшаяся зима. А если бы лето длилось круглый год, то и томат продолжал бы расти. Этюд. Это мой любимый сорт, который я выращиваю очень давно. В этой теплице этюд посажен по два помидора в лунку и каждый помидор ведется в два ствола. Вот так на данном этапе выглядят помидоры в ряду. Тут есть несколько кустов дины. Дина – это оранжевые томаты. Их рост такой же, как и у этюда. Поэтому я их сажаю вместе. Сегодня мы уберем нижние кисти. Плоды на них уже созрели. Я уже неоднократно рассказывала про томат этюд. Когда-то я покупала каждый год семена этюда. И как вы видите, это гибрид. Но семена стоили дорого, покупать их каждый год мне не хотелось. И однажды я решила взять семена с этого гибрида и посмотреть, что вырастет. Выросли помидоры. Никаких отличий от помидоров из покупных семян я не нашла. И с тех пор беру семена со своих томатов каждый год и их сажаю. В этом году у меня растет поколение F4. И отличий я также не наблюдаю. Почему это могло произойти, я рассказала в одном из старых видео. Его можно посмотреть по ссылке наверху. В стандартной кисти у этюда обычно 6 достаточно выровненных плодов. Но бывают и вот такие кисти. Собранные в зеленом виде плоды хорошо дозревают. И совсем неплохо хранятся. По вкусу нам очень нравится. Назначение универсальное. Дина. Семена покупались в магазине и были заявлены как сорт. В описании на пакетике было написано, что растение полудетерминатное. Но у меня Дина растет как индетерминатный сорт. Никогда у нее не было признаков вершкования. Хоть и растет до самых морозов. Кожица на плодах более тонкая, чем на этюде. Хранятся хуже этюда. Бурые плоды нормально дозревают. А вот зеленые не очень. В основном кисти имеют по 6-7 плодов. Вот такие кисти встречаются редко, но бывают. Чаще на этом сорте кисти имеют вот такую форму. Назначение универсальное. И многим из нашей семьи этот сорт кажется самым вкусным. Особенно, если жаркое лето. И далее томаты, которые я никогда не сажала до этого. Томат, который мне прислали под названием Заржавевшее сердце Эвереста. Интересно, кто придумывает такие названия. Первоначально хотели ввести томат в один ствол. Но посадили его в таком месте, что он редко попадался на глаза. И он ушел в три ствола. Заметили мы это поздно. Ну и решили оставить. Рос практически без ухода. Кисти требуют подвязки. Не могу сказать, что это нам нравится. Подвязка кистей занимает очень много времени. На всех трех стволах помидоры завязались хорошо. Плоды достаточно крупные. Вкус хороший. Но в такое лето очень трудно судить о вкусе помидоров. Думаю, что в жаркое лето вкус был бы замечательным. Семен в плодах очень мало. В одном плоде я нашла всего два семечка. А это семена с пяти плодов. Томат Нежность. Это индетерминантный сорт. Сильно рослый томат. Ведется в два ствола. У томата ажурный лист. Так мною нелюбимый. Высота теплицы три метра. Томат давно уперся в потолок. И макушку отрезали. Огромные кисти. И пришлось изобретать, как их подвязывать. Неподвязанные кисти ломаются. Томат требует много солнца. В полутени растет плохо. Было бы нормальное лето, можно было бы сделать очень красивую съемку. Кисти срезаем целиком. Нужно разгрузить растения. Томаты в такую погоду зреют очень плохо. Лучше даже убрать бурые томаты. Пусть не кистью, а по одному плоду. Кисть действительно тяжелая. Можно посадить на следующий год. Но томату требуется особое место. И возиться с подвязкой нужно обязательно. Беспроблемным этот томат назвать никак нельзя. Томаты имеют приятный вкус. И в нормальное лето, думаю, что они были бы еще вкуснее. Полосатый шоколад. Когда эти томаты зеленые, то они похожи на маленькие арбузики. Сейчас они набирают цвет. Но мне казалось, что они должны быть коричневыми. А у меня все-таки получаются красными. Это растение растет в два ствола. Плоды завязались хорошо. Хотела показать, что томат дает кисть через три листа. Но мешают банановые ноги. Обязательно требуется подвязка. На сломанных кистях томаты перестают набирать вес. Вот такие плоды у нас выросли. И чтобы посмотреть томат на разрезе, в этом случае мы решили выбрать самый неровный плод. Томат салатного назначения. Скорее всего, долго лежать не будет. И, возможно, это был махровый цветок. На разрезе похоже, что это два сросшихся томата. Вкус как у салатного томата. Кислинки мы не почувствовали. Томат пасхальное яйцо. Мне понравился тип его роста. Нормальные, не ажурные листья. Очень понятное и беспроблемное растение. Можно обойтись без подвязки кистей. Веселенькие плоды, которые хорошо завязываются. Томат был выращен без особых усилий. И Рома сказал, что сажать этот томат мы будем. Хотя, сказать по правде на вкус, мы его не пробовали. Плоды мне кажутся еще недозревшими. Думаю, что будет неплохо лежать. И, скорее всего, станет тем помидором, что мы сажаем всегда. Но не будем загадывать. Рядом растет томат Индиго Роуз. Вот такого цвета у него плоды. Какие они по вкусу, я не сильно представляю. Этот цвет сбивает с толку. Видно, что плоды недозрели. Если только уж очень вкусными будут, то, может, и посадим на следующий год. Рентабельность выращивания этого сорта я оцениваю как низкую. Томат бабушка Виней. В этой теплице ему совсем темно. И на нем живет огурец. Света томату не хватает. Но он как-то выживает. В другой теплице томат был посажен при хороших условиях. Света хватает. Но не к каждому стволу возможно подойти для ухода. Нельзя залезть в самый угол. И, в общем, все лето мы делали вид, что какой-то маломальский уход все-таки есть. Там, куда возможно дотянуться. Томат крупноплодный. Рост самостоятельно. Требует подвязки кистей. И в спартанских условиях старается дать урожай. Мы не очень любим крупноплодные сорта. Уже давно наигрались. Причина, по которой их перестали сажать, простая. Плоды крупные. Их много. Съедать в салате не успевали. А лежат они недолго. Пропускать через комбайн, носок или пускать на заготовки такие плоды нерентабельно. Поэтому мы перестали их сажать очень давно. Сейчас можно определить цвет плодов. Но мы их на вкус пока не пробовали. Думаю, что вкусные. А вот подписчиков канала я прошу обратить внимание. На нижних кистях плоды мельче. Почему? И ответ простой. Листья под кистью были обрезаны до того, как плоды набрали вес и начали созревать. Через стенку теплицы тоже можно посмотреть на этот томат. Света в этом углу достаточно. Но я не могу сказать, во сколько стволов он растет. Пока могла подлезть, ввела в два ствола. Сколько стволов сейчас, не знаю. Томат малахитовая шкатулка. Один плод созрел. Его можно будет попробовать. Но остальные томаты зреть не спешат. Но тут дело вот в чем. Подписчики канала в курсе, как обычно выглядит моя рассада. Это крепкие и здоровые растения. А вот малахитовая шкатулка всходила очень долго. И вот в таком несчастном виде она была высажена в грунт. Очень грустная была рассада. В общем-то, нормальный томат рос, быстро завязывать плоды старался по всей высоте ствола. Буду ли я сажать его еще раз, пока не могу сказать. Поживем, увидим. Посмотрим малахитовую шкатулку на разрезе и попробуем на вкус. Нормальный вкус. Наверное, с легкой кислинкой. Семян в томате мало. Но больше, чем в заржавевшем сердце Эвереста. Томат сумасшедший вишни Барри. Вот такие кисти у этого томата. Действительно сумасшедшие. Плодики завязались почти все. Но растут на холоде плохо. Кисти требуют обязательной подвязки. Внизу плодики уже созрели. И мы их пробовали. Приятный вкус, но не такой сладкий, как у медовой капли. Но может год такой. И если бы было солнце, то томаты бы были сладкими. Вот еще одна кисть. Тут плодиков больше. И кисть подвязана на палку. На сломанной кисти плоды не смогут набрать вес. Если есть желание позаморачиваться, то можно посадить такой томат. Возможно, посадим на следующий год. В надежде на хорошее лето. Рядом с сумасшедшими вишнями Бари растет томат, который называется белая вишня. Если я не ошиблась в названии. Почему белая? Это понятно. Цвет томатов. А вот такие крупные плоды совсем на вишни не похожи. Это все, что завязал этот томат. Выше ничего нет. Можете поверить мне на слово. Многие просят семена баклажанов, перцев, огурцов. Я неоднократно рассказывала, что сама покупаю гибриды иностранных линий в полупрофессиональных упаковках. Собрать семена с баклажанов я пробовала. Но, скорее всего, они были не полностью вызревшие. Короче, семена у меня не взошли. Как получить семена? Рассылкой семян я смогу заняться только после закрытия сезона. Да и семян многих сортов пока нет. Помидоры не созрели. Первое. Мы отправляем семена бесплатно, но мы не можем отвечать за работу почты. В прошлом году я была сама заинтересована отправить семена в Архангельск. Наташа Стадник. Ее результат прошлого года можно посмотреть в видео по ссылке наверху. Но Наталья их не получила. Может, из-за того, что конверт получился очень пухлый и тяжелый. И я могу предположить, что семена мог не получить еще кто-то из зрителей. А может, и я не получила письмо от кого-то из зрителей. Второе. Я прошу прислать мне конверт. Естественно, с маркой по России. На конверте вы своей рукой напишите свой адрес. Почему? В прошлом году мне пришло более двух тысяч писем. Написать на каждом конверте адрес и не ошибиться можно, конечно. Но на это уйдет уйма времени. И нет гарантии в том, что я все-таки не ошибусь. И не забудьте, пожалуйста, написать вот тут адрес отправителя. В данном случае наш. Будьте внимательны. Пожалуйста. Третье. Семена не распасованы по пакетикам. Вот с такой салфетки мы для каждого из вас отрежем по пять семян одного сорта. Больше не нужно. Если вам понравится сорт, то вы соберете уже свои семена. Если не понравится, то что делать? В прошлом году было более двух тысяч писем. И всего три сорта помидоров. Для каждого сорта нам пришлось руками делать пакетик. Арифметика несложная. Две тысячи умножить на три получается шесть тысяч вот таких пакетиков. Я знаю, что кто-то скажет, что мы могли купить вот такие пакетики для семян, чтобы их не делать руками. Могли, конечно, купить шесть тысяч пакетиков. В этом году 15 сортов. И даже если представить, что желающих будет две тысячи, то две тысячи умножить на 15 получится 30 тысяч пакетиков. Поэтому купите ли вы вот такие пакетики и пришлете? Сделаете ли вы их сами? Но вы должны подписать их обязательно. Написать на пакетике название сорта. Учитывайте то, что письмо не должно быть слишком толстым. Может лучше семена разложить на два конверта. Надеюсь на понимание. В Беларуси опыт прошлого года письма дошли заказные. Внимание, мне присылали заказное письмо. В нем обертки полиэтиленовые для заказных писем с уже написанным адресом доставки. Без марок, естественно. И, конечно, вместе с деньгами за пересылку. Заказными письмами семена дошли до всех адресатов. Стоимость отправки заказного письма в Беларусь была, если не ошибаюсь, чуть меньше 400 наших рублей. Украина. Обычные письма не доходят. А заказные не пробовали отправлять. ЛНР, ДНР. Дошли три обычных письма. Марки мы покупали сами. Казахстан. Не пробовали посылать письма. Ничего не могу сказать. Прибалтика. Германия. Все письма вернулись. Их было три или четыре. Не знаю, как их проверяют, но семена запрещены к пересылке. Монголия. Не могу сказать. Не пробовали. Если вы сможете позаботиться о себе, то есть прислать конверт с обратным адресом и подписанные пакетики для каждого сорта, то напишите мне на почту. Эта почта указана в описании под видео. Копируйте почту полностью. Семена детерминатных томатов. Как вырастить крупный чеснок. Выращивание картошки в ящиках. Пять сортов. Осенние заботы о новом урожае. Как восстановить плодородие почвы. Всем хороших урожаев. С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт Вогороде.Про.